В родном отечестве конкуренция велика. На экономический форум в Сочи съехались представители 79 регионов России и 40 зарубежных стран. С чем вернутся делегации Кубани и Краснодара в материалах наших корреспондентов. На заводе Клаас теперь полный цикл производства и две сотни новых рабочих мест. Вторая очередь предприятия заработала на уходящей неделе. Чиновников много бывает. Вениамин Кондратьев предложил сократить аппарат госслужащих и скорректировать бюджет. Куда переведут денежные потоки? Общественный транспорт в сети. Мобильное приложение найдет нужный трамвай-маршрутку и подскажет время их прибытия. От краснодарцев ждут отзывов. Здравствуйте! В эфире программа «Город итоги». В студии Аглая Ильинова предлагаю узнать, какой запомнит Краснодар эту неделю. В четверг в Сочи стартовал 14-й международный инвестиционный форум. В этом году в нем приняли участие 9,5 тысяч человек из 79 регионов России, в том числе Крыма и 40 зарубежных стран. По числу участников и гостей побит рекорд прошлого года. Основную часть экспозиции занимают кубанские проекты, почти две тысячи инвестпредложений. В основном они связаны с переработкой сельхозпродукции. Есть предложения по производству лекарств, строительству новых тепличных комплексов и освоению курортных территорий. Инвестиционный портфель Краснодара тянет на 83 миллиарда рублей. Краевой центр подготовил свыше 20 крупных проектов и 16 предложений для малого бизнеса. Это и комплексное возведение новых жилых микрорайонов, и реконструкция центральной части города. По словам организаторов, деловая программа будет самой насыщенной за всю историю. Второй день работы Международного экономического форума в основном деловая программа. По словам организаторов, она самая насыщенная за всю историю. Начался деловой день с традиционного завтрака от Сбербанка. Кубань всегда являлась жительница. А вот в этих условиях, условиях импорта, замещения, я, наверное, как руководитель сельскохозяйственного района, однозначно могу сказать, что сельское хозяйство имеет серьезные шансы для того, чтобы увеличивать, наращивать свои объемы и искать новые ниши в производственной сфере. Кубань рассматривают как привлекательную инвестиционную площадку и крупные игроки топливно-энергетического комплекса России. Деловые связи налаживают руководители Лукоила и администрации нашего региона. Президент нефтяной компании Вагит Олег Перов и губернатор Вениамин Кондратьев пообщались в комнате переговоров. Они обсудили перспективы будущего сотрудничества Краснодарского края и Лукоила в продвижении не только экономических, но и социальных проектов. Нефтяная компания для Кубани – важный стратегический партнер, отметил Вениамин Кондратьев. Также в ходе работы форума объявили итоги конкурса на право проведения финала национального чемпионата России WorldSkills. Первенство по мастерству среди рабочих профессий на Кубани пройдет в 2017 году в Олимпийском Сочи. Об этом сообщила зампредседателя правительства Ольга Голодец. Она отметила, что регионов, кандидатов было очень много и выбрать победителей было непросто. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, поблагодарил жюри за доверие и пообещал, что край приложит максимум усилий, чтобы финал национального чемпионата прошел на самом высоком уровне. Дискуссии были очень сложные. Регионов, которые хотели и претендовали на проведение у себя чемпионатов, тоже было очень много. Но, как мне кажется, сегодня выиграли достойные. Это право. У нас есть сегодня инфраструктура для этого. У нас сегодня есть волонтеры, опытные и активные. И самое главное, что у нас есть сегодня желание. Поэтому я хочу сказать вам огромное спасибо за доверие. И мы сделаем все возможное, чтобы его оправдать. В 2018-м национальный чемпионат мастерства рабочих профессий проведут в Казани, а уже буквально через год в Московской области. В движение WorldSkills сегодня входят 72 страны. Россия стала 60-м членом этой организации. А Краснодарский край стал ее участником в апреле этого года. Никита Рудой, телекомпания «Краснодар». Дмитрий Медведев поддержал намерение властей Краснодарского края создавать оптово-распределительные центры. Премьер-министр задержался у интерактивной карты логистических центров, когда посещал экспозицию Кубани. Губернатор пояснил, что реализация этого проекта позволит решить проблему сбыта сельхозпродукции и небольших фермерских хозяйств. Планируется, что подобные центры появятся в семи районах края. В каждом единовременно можно будет хранить до 6,5 тысяч овощей и фруктов. В продуктовых элеваторах аккумулируется сельхозпродукция, усилян, обычных сельхозпроизводителей. А дальше через вот этот так называемый операционный центр, продуктовый элеватор, пытается интегрироваться и реализовываться через сети. То есть они более мобильные, они более мощные. Рудовый элеватор будет работать в сети. Бизнес поверил, что эта система может работать в современных условиях. Ну ладно, хорошо. Развивайте. Еще один проект, заинтересовавший председателя правительства – создание индустриального парка. Построить его планируют на границе Краснодара и Динского района. На площади в полтысячи гектаров разместится 14 производств. В том числе и предприятия по переработке сельхозпродукции. Соответствующее соглашение сегодня подписали губернатор Вениамин Кондратьев и основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галецкий. В присутствии премьер-министра глава региона также подписал бумаги о строительстве сети оптово-распределительных центров. Еще одно соглашение Вениамин Кондратьев подписал с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Электронными подписями они скрепили договор о дальнейшем сотрудничестве между краем и банком. Главным приоритетом которого станут решения социально-экономических задач, в том числе и посредством кредитования кубанцев ежегодно в объеме не менее чем 200 миллиардов рублей. Пока идет все успешно, я уверен, что ощущения окружающих, вы тоже видите, определенная динамика, определенная энергетика 14 форума, она присутствует, очень яркая и по форме, по содержанию прошло. Пленарные заседания отмечаются все, очень такая интересная была дискуссия, очень живая, не протокольная, не поддельная. Ну что, дай бог, чтобы в таком же стиле форум подошел к своему завершению. И, наконец, Край подписал соглашение о сотрудничестве с Крымом. Договор скрепили подписи Вениамина Кондратьева и Сергея Аксенова. По словам организатора форума, деловая программа в этом году самая насыщенная за всю его историю. Весь день на площадках экономического форума в Сочи работал наш корреспондент Наталья Ястребова. Она готова подвести итоги второго дня. Сегодня был первый день официальной работы форума. Конечно, все ждали выступления председателя правительства Дмитрия Медведева на пленарном заседании. Говорили о том, как вернуться к росту в экономике и поднять аппетиты инвесторам. А еще о том, что программа импортозамещения не должна разбаловать отечественных производителей. Принцип хуже, дороже, зато свое не уместен. Нужны инвестиции в модернизацию производства, чтобы производить такой продукт, который смог бы насытить не только отечественный рынок, но и успешно конкурировать на европейском. По традиции, перед пленарным заседанием Дмитрий Медведев обошел выставку и пообщался с участниками форума, оценил инвестиционные проекты, что именно предлагают создавать регионы и города России. В самом крупном павильоне Краснодарского края премьер-министр и губернатор Кубани задержались у большого макета, где весь Краснодар как на ладони. Мэр краевой столицы показал гостям участок, где планируют разместить крупный технопарк компания «Тандр». Проект уже проработан и подошел к подписанию, когда все нюансы учтены, а значит, это уже не просто намерение. Полностью вся территория обеспечивается энергетикой, водой и так далее. Энергетику и воду кто подводит, они самостоятельно решают прямо по месту. Инвесторы, газ есть, инвесторы, электроэнергию. Обычно этого требуют от государства, чтобы подводили электроэнергию. Это особенно, что и анализируют. Самое главное, то, ради чего приезжают регионы в Сочи, соглашения с инвесторами. Краснодар сегодня заключил больше 20 договоров. Общая сумма инвестиций по ним больше 60 миллиардов рублей. Причем особый упор на промышленные предприятия, объекты социальной инфраструктуры и реализацию проектов в сфере энергоснабжения. Федеральная сетевая компания, которая является оператором единой электрической сети, построит мощную подстанцию в восточной промзоне. Проект соглашения предусматривает инвестиции почти в 2,5 миллиарда рублей. Свои подписи под документом поставили вице-губернатор Кубани Сергей Алтуков, мэр Краснодара Владимир Явланов и руководство компании. Для Краснодара энергия подстанции – стимул к более энергичному развитию восточной промзоны. Напомню, что на площади 330 гектаров планируют сосредоточить заводы и фабрики. Это вот то решение, которое нам крайне необходимо и которое вдохнет жизнь в инвестиционные возможности нашего города. Поэтому я выражаю благодарность федеральной сетевой компании за то, что наши договоренности в течение короткого срока завершены. Сегодня подписано соглашение и теперь уже мы получили возможность думать об инвестиционном развитии города в ближайшей перспективе. Запас энергии на перспективу нужен и жилым микрорайонам восточной части города. Здесь и дальше будут расти этажи. Новая подстанция обеспечит их бесперебойным питанием. Еще один крупный проект – индустриальный парк в поселке Дорожном. Тот самый, о котором рассказали Дмитрию Медведеву. За три года компания «Тандр» планирует построить 14 заводов. Это только первая очередь технопарка. На этом этапе компания планирует вложить 9 миллиардов рублей. Подробности проекта уже после официального подписания Сергей Галицкий и Владимир Явланов обсудили у стенда Краснодара. В первую очередь я вам назвал – это кондитерские производства, мучные производства, макароны, водовая химия. То есть там часть им замещения будет. Во второй, третьей очереди, например, производство шампиньонов – это все непростые производства, которые мы собираемся строить. Но, наверное, в двух словах всего. Давайте подождем. Знаете, не все подписанные договора на этом форуме реализовывались. Поэтому, я думаю, сначала надо лучше сначала сделать, чем говорить, а не наоборот. Изначально производство собирались разместить в восточной промзоне, но проект вырос в масштабах – до 517 гектаров. Собственно говоря, это больше, чем вся восточная промзона. В будущем он даст городу больше 2,5 тысяч рабочих мест. Еще 13 соглашений, подписанных сегодня, касаются жилищного строительства. Характерная особенность проектов этого года – социальные объекты, прописанные в договоре. Детские сады, школы и поликлиники – в приоритете комплексное освоение территории. Форум продолжает работу. Деловая программа также насыщена. Комнаты для переговоров пользуются популярностью. Каждый регион надеется собрать богатый урожай инвестиций. Наталья Ястребова, Кристина Носова, Андрей Вискушенко и Дмитрий Сокмаркин. Телекомпания «Краснодар. Сочи». Крупное производство запущено в Краснодаре. В четверг начала работу вторая очередь завода «Клоаз». Единственного в России завода немецкого производителя сельхозтехники. Запуск новых цехов позволит создать полный цикл сборочного производства. Площадь завода возросла в несколько раз, а штат сотрудников увеличился с 300 до 500 человек. До сегодняшнего дня «Клоаз» в Краснодаре выпускал весь модельный ряд зерноуборочных комбайнов и собирал колесные тракторы. А теперь в новых цехах металлообработки, окраски и монтажа будут производить для них детали, варить и окрашивать кузовы. На заводе внедрен полный цикл производства. По самым скромным подсчетам, мощность предприятия вырастет в 2,5 раза. Производительность повысится на 2000 единиц техники в год. При этом для кубанских аграриев она будет еще и доступнее в цене. Открывать вторую очередь производства из Германии приехала заместитель председателя совета учредителей концерна Катрина Клаас-Мюльхойзер. Вместе с губернатором края они осмотрели новые цеха завода. Технику собирают кубанские специалисты самого высокого уровня. Сварщики, к примеру, прошли обучение и практику в Германии. Оценить продукцию глава края смог лично. Буквально вчера этот агрегат, он привозился из Германии. Да, вчера мы это еще привозили. И сейчас производим это реально здесь, в Краснодарском крае. Но вот это и называется полный цикл. Даже более того, эти комплектующие, они отвечают всем требованиям качества. И мы их экспортируем в Германию на головное предприятие. Краснодарский завод не тратит средства на доставку комплектующего оборудования из других стран. Результат – снижается окончательная стоимость комбайнов и тракторов. К тому же, столь крупное производство сейчас очень важно для экономики региона, отметил губернатор. Сегодня мы имеем полный цикл и максимальную локализацию производства сельхозтехники фирмы «Класс» на территории Краснодарского края. Это в первую очередь снижает или полностью устраняет зависимость наших аграриях от западной сельхозтехники. Второе – делает ее доступней для наших сельхозпроизводителей. Ну и третье – как любое расширение производства, это новые рабочие места и новые налоги в бюджет. И кто бы ни был инвестор, выиграют наши сельхозпроизводители. Инвестиции в этот проект превысили 120 миллионов евро. Теперь Краснодарский завод входит в четверку самых крупных предприятий концерна. Сейчас, конечно, не очень легкое время из-за волатильности курса рубля и ограниченных возможностей финансирования. Но мы уверены, что если российское сельское хозяйство нацелено на импортозамещение, то как раз самая современная техника сейчас очень нужна. Со второй очередью немецкого завода ознакомился и глава краевой столицы Владимир Явланов. Вместе с руководителями Краснодарского завода он посетил цеха предприятия, где производят раскрой, покраску металла, а также монтажный цех, где собирают готовую сельхозтехнику. После экскурсии по производству Владимир Явланов принял участие в торжественной церемонии открытия новой очереди завода. Город Краснодар является одним из лучших городов России по развитию бизнеса. Подтверждением там является именно то, что сегодня немецкие инвестиции пришли нам город с этим предприятием. И это предприятие сегодня при поддержке властей и Российской Федерации, и краевой администрации, и города Краснодара стало значимым. И стало таким предприятием, которое символизирует дальнейшие инвестиции на развитие города, которые могут прийти от других государств. За минувшие годы компания «Класс» уже перечислила в бюджет более полутора миллиардов рублей налогов и сборов. С расширением производства пропорционально вырастет и эта цифра. Особая ставка на импортозамещение. Краски производитель использует зарубежных брендов, но произведенные в России. А к Новому году компания ставит задачу полностью перейти в производстве на отечественную сталь. Сахамство в адрес пассажиров и льготников перевозчиков предлагают лишать лицензии на право работы на маршруте. Этот вопрос в числе других обсудили в ходе сессии законодательного собрания края. Председатель Владимир Бикетов предложил проработать меры борьбы с водителями-хамами и напомнил, что на реализацию льготных программ из бюджета выделяются большие средства. Какие еще вопросы обсудили, расскажут мои коллеги. Сороковая по счету сессия законодательного собрания края открыла новый законотворческий сезон. Как предполагают парламентарии, он будет непростым. Предстоит разработать и принять ряд антикризисных законопроектов, а кроме этого обсудить новые правила формирования бюджета. Вместо трех лет, как это было ранее, главный финансовый документ пока утвердят на один год. По мнению экспертов, это позволит делать более точные прогнозы и минимизировать ошибки в расчетах. Неизменной останется направленность бюджета, дал понять Вениамин Кондратьев. Нам необходимо выполнить все социальные обязательства, которые мы взяли на себя перед жителями края. Все эти социальные пособия и льготы людям, населению, они для них, поверьте, очень важны. Мои приоритеты до выборов и после выборов ни в коем случае не изменились. Основной и главный приоритет качества жизни людей – прозрачность деятельности власти, рост экономики нашего края, рост благосостояния жителей, улучшение социально-бытового обслуживания. После избрания губернатором это первое выступление перед депутатами. Глава региона им напоминает. О чем говорилось до выборов, остается в силе и после. Сокращать расходы на выполнение социальных программ в регионе не будут. С учетом выступления Кондратьева парламентарии одобрили в первом чтении изменения в текущий бюджет. Расходную часть в Краевом Минфине предложили увеличить на 2 миллиарда рублей. Предусматривается увеличить государственные программы Краснодарского края на 2 миллиарда 15 миллионов рублей. Самые крупные ассигнования будут направлены на государственную программу развития здравоохранения. В целом эта программа будет увеличена на 815,7 миллионов рублей. Основные средства этого увеличения пойдут на улучшение лекарственного обеспечения граждан. Часть суммы рассчитывают получить из федерального бюджета, часть от перераспределения в региональном. В нынешней экономической ситуации каждый рубль должен вкладываться максимально эффективно, настаивает губернатор. В противном случае непросчитанные траты потянут в долговую яму все муниципальные бюджеты. Глава муниципальных образований я однозначно везде, где был и в крае, ставил задачу сбалансировать бюджет, то есть сбалансировать расходы с доходами. То есть нужно жить по доходам, а не выдвигать, например, план хотелки или какие-то там пиаровские моменты. Совсем не подкрепленные реальными деньгами, а деньги тратить на реальную жизнь людей. Там да и нужнее и важнее. Глава региона заострил внимание и на том, что муниципалитетам необходимо наращивать долю собственных доходов бюджета и снижать зависимость от краевого. В парламенте эту позицию разделяют, и депутаты согласны и в том, что нужно переключать денежные потоки с неэффективных, пусть даже крупных, проектов на реализацию социальных программ. Те задачи, которые поставлены перед краем, чтобы они осуществились в плане финансирования и нашего бюджета, здесь нужно посмотреть о том плане, чтобы каждые денежные средства, которые были выделены на те целевые программы и социальные программы, чтобы они выполнялись в полном объеме. Ключевой, наверное, это оптимизация за счет эффективности расходования в плане и содержания, и каких-то сопровождающих непервоначальных задач. То, что порой приходится доказывать прописные истины, следствия не всегда эффективных управленческих решений, не скрывает Вениамин Кондратьев. На это отчасти влияет и нехватка контроля за выполнением поручений. Работу в этом направлении будут усиливать. Еще одна нерадостная новость для кубанских чиновников – их станет меньше после оптимизации структуры исполнительной власти региона. Оптимизация в органах управления, власти, она коснется, я уверен, всех уровней. Здесь такой же принцип – количество чиновников не значит их качество. Оптимизировать структуру управления, структуру администрации края и, конечно, сокращение. Процесс этот непростой, но, поверьте, он необходим. Такая армия, мне кажется, друг за другом смотрит, и в конечном счете у семи нянек, как в поговорке, дитя без класса остается. Первые изменения в структуре администрации Краснодарского края станут известны уже в конце октября. Сейчас мы прервемся на рекламу, а после продолжим подводить итоги недели. И вот о чем расскажем. Ему не страшны ни шторм, ни ледоход. Мост, соединяющий Крым с Кубанью, начали строить. Сколько машин он примет в сутки и какова разрешенная скорость движения. Когда вне классные занятия классные. Об интересных и даже неожиданных хобби краснодарских школьников в материале нашего корреспондента. Общественный транспорт в сети и мобильное приложение найдет нужный трамвай, маршрутку и подскажет время их прибытия. От краснодарцев ждут отзывов. Под Таманию дан старт масштабному строительству. Там приступили к возведению автодороги, которая свяжет уже существующую трассу М-25 с мостом в Крым. Как обещают дорожники, скорость движения по четырехполосному шоссе будет около 120 км в час. Пропускная способность трассы – 40 тысяч автомобилей в сутки. Первый технологический мост, соединивший Тамань с островом Тузла, уже готов. По нему строителям подвозят материалы. Длина основного моста составит чуть больше километра. Проезд по нему на авто займет около пяти минут. Конструкции не страшны. Ни шторм, ни ледоход. Мост построен с учетом местных климатических условий. Строящийся объект из вертолета сегодня проинспектировал вице-премьер Дмитрий Казак и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Работа проведена огромная. Это все-таки подготовительный этап. Вы знаете, что мы для всех линейных объектов, которые должны строиться в едином коридоре, приняли специальный закон, специальное регулирование, которое позволяет производить подготовительный этап работ до утверждения проектной документации. Проектная документация тоже подготовлена. Подготовлена она сейчас проходит технологический ценовой аудит и техническую ценовую экспертизу. Как только будет закончена экспертиза, начнутся основные работы. Потенциал в Тамане очень большой, поэтому, конечно, наличие транспорта и инфраструктуры на Тамань и дальнейшем на мост, который пойдет через Керчь, он это развитие нам дает. Поэтому, конечно, рассказки края максимально готовы поддерживать строительство. И понимание того, что завтра это и заверший день в целом и Таманского полуострова, и курортной инфраструктуры, и, конечно, вокруг трассы будут жить и населенные пункты, нами очень реально воспринимается с точки зрения реальных дивидендов, реального поступления бюджета, рабочих мест, поэтому максимальная поддержка стороны власти игра, и меня лично, строительство, конечно, будет обеспечена. Также с вертолета вице-премьера и губернатора смотрели сопутствующие сооружения, без которых масштабная стройка невозможна. Это несколько мобильных заводов по производству цемента и бетона. В Керчи и Тамане также строятся вахтовые городки для инженеров и рабочих. Они полностью автономные. Есть и столовые, и прачечные, и медпункты. Новые светофоры, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и благоустроенные зеленые зоны появятся в московском микрорайоне Краснодара. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева, решением этих и других задач развития московского занимается администрация города. О ходе работ доложили Владимиру Явланову на рабочем совещании в мэрии. В первую очередь остановились на развитии дорожной инфраструктуры. По плану светофоры установят на самых оживленных перекрестках микрорайона Байбакова и Солнечной, Котлерово и Солнечной, Байбакова и Корякино. Также на улице Байбакова построят три надземных перехода. На Корякино появятся гасители скорости, лежачие полицейские. Кроме этого, на пересечениях Солнечной с Котлерово и Байбакова установят современные остановочные комплексы. Владимир Явланов поручил специалистам детально проработать поставленные задачи и их решения совместно с застройщиком этого микрорайона и установить конкретные сроки по решению каждой из них. Это все нужно будет просчитать, посмотреть и определиться по срокам реализации. После того, как это будет сделано, я на это на все даю неделю подготовительную, значит, мы об этом оповестим население, опубликуем сроки решения этих вопросов и, так сказать, будет двойной контроль и с нашей стороны, и со стороны населения, проживающего там. Также продолжаются работы по созданию бульвара на Солнечной. По левой части улицы уже появились новые тротуары, газоны, деревья и лавочки. Благоустройством занимается крупная торговая компания, чей офис находится на Солнечной. За правую сторону улицы будут отвечать застройщики московского микрорайона. Владимир Явланов поручил городскому департаменту архитектуры продолжать контролировать качество и сроки проведения работ. Также мэр распорядился заняться освещением Солнечной. Специалисты уже подсчитали. Нужно 47 опор и полтора километра кабеля. Как только будет готов проект, местные застройщики и предприниматели займутся комплексным благоустройством улицы. В конце недели разгорелся новый скандал вокруг славянки, имеющий дурную славу по всей стране. Безответственность этой управляющей компании толкнула жителей и многоэтажек для военнослужащих Надзержинского на отчаянный шаг. В четверг вечером сотня людей вышла на улицу и перекрыла дорогу. Что заставило их пойти на крайность, смотрите в нашем материале. Света, воды у нас нет, мы как бомжи живем. Не поесть, не попить, не сходить в душ. Эти условия вынудили жильцов военного городка пойти на крайность и перекрыть дорогу. В час пик и без того забитая Дзержинского вовсе остановилась. Обстановка наклина до предела, а как иначе, уже не первый раз отключает. Горячей воды в нескольких домах нет больше года. Лифты не работают, у подъездов жильцы митингуют. Так жить больше нельзя. Дети маленькие застряли в лифте, женщины застряли в лифте беременные. Здесь приезжали скорые помощи, людей доставали, успокаивали. Утром в домах отключили свет, рассказывают жильцы. Несколько часов ожидания и сотни звонков по всевозможной инстанции ни к чему не привели. Пришлось перекрыть дорогу, чтобы привлечь внимание. Электричество дали, но свет в квартирах так и не появился. Сломалось электрооборудование из-за перепадов напряжения. У нас ни в одной квартире не горит освещение. Хотя в подъезде лифт работает один, правда лифт, как это и было всегда. А в квартирах ничего нет. Это с утра. У меня ребенок ушел в школу без еды и без питья. И пришел, он сейчас не может ни уроки сделать, да и вообще ничего приготовить. Не говоря уже о том, что холодильники все разморожены. Виной всему скандально известная во всей стране управляющая компания «Славянка». В ее ведомстве находятся дома. Но и обращение к руководству организации результатов не дали. Как только отключили свет, в «Славянку» появилась вот эта бумага за 25-м числом. Вот оповещение, к кому доведено. И оказывается, целую неделю знали, что будет отключение света. И никаких мер не принимали. Пока не наступил сегодняшний день. Прибывшие на место полицейские составили несколько протоколов. Успокоить людей приехали представители мэрии. Они и дали ответы на вопросы жильцов. У управляющей компании закончился договор на электроснабжение. 30-м, 0-9-м. В связи с этим НЭС сделал отключение. Сегодня переданы акты баланса разграничения. У вас новая управляющая компания управления жилищным фондом от Министерства обороны. Электричество – не единственная проблема домов «Славянки». Многоэтажки хоть и имели управляющую компанию, но выглядят как бесхозные. Выломаны двери, ржавые лифты и сломанные розетки. «Славянка ничего не делает. Мы делаем все сами. Мы жильцами домов, и не только нашего дома, а остальные дома. Мы, будем говорить честно, сбрасываемся деньгами, садим деревья, кусты, копаем, белим, закупаем лампочки». И так по всей стране. Следственные органы выявляют факты мошенничества в работе подведомственной Минобороне «Славянки», а страдают обычные люди. Чаще всего отставные офицеры и их семьи. Именно для них строили дома. Похожая ситуация была и с многоэтажками на Калинина. Мэрию удалось часть из них перевести в муниципальную собственность. Произойдет ли это с военным городком Надзержинского, неизвестно. Пока у людей новые надежды на новую управляющую компанию. Никита Рудой, Инна Волкова, Мария Литвинова, Михаил Дроздов, телекомпания «Краснодар». Сейчас свет в домах военного городка Надзержинского есть. В пятницу НЭСК передала документы в Министерство обороны, чтобы перезаключить договор на электроснабжение с уже новой управляющей компанией, назначенной военным ведомством. Однако люди переживают, что смена жилищной организации ничего не изменит. Они хотят сами выбрать управляющую компанию. Но сделать это смогут только в том случае, если будет приватизировано 50% квартир. Однако проблема в том, что больше половины жилья в домах вообще пустует. Мы будем следить за ситуацией и держать вас в курсе событий. А жителям пригорода больше не помешает тяжелая техника. В поселке Краснодарский на уходящей неделе начали укладывать альтернативную дорогу для большегрузов. Какие еще проблемы здесь будут решены в ближайшее время, знает Мария Литвинова. Эта детская площадка и аллея деревьев вокруг – единственная зона отдыха на весь поселок Краснодарский. На горках и качелях резвятся дошкольники и младшеклассники. А вот ученикам постарше свободное время на открытом воздухе проводить негде. Местные жители хотят поставить рядом с детскими аттракционами воркаут-площадку для подросткового досуга и облагородить всю зеленую зону. И сделать ее официальным сквером, чтобы сохранить. С этой просьбой они обратились к главе Краснодара Владимиру Явланову. Перевести эту территорию в зеленую зону, чтобы она не подвергалась никакой застройке. А в зеленой зоне можно разместить и детские площадки, и спортивные площадки, насколько она чего позволяет. А эту дорогу из бетонных плит начали укладывать после предыдущей встречи Владимира Явланова с жителями Краснодарского. Тогда они пожаловались, что в поселке активно возводят новые дома и тяжелая техника разбивает единственную асфальтированную улицу. Мэр распорядился построить альтернативную дорогу и сегодня приехал проверить, как выполняют его поручения. Выяснилось, что дорогу строить начали, но в сроки не укладываются. Владимир Явланов потребовал ускорить темп работ, чтобы нагнать график и пустить автомобили застройщиков в объезд центра поселка. Срок, объявленный завершения работ, конец следующей недели. Значит, мне доложите о том, что эта работа завершена. А вот ситуацию с отсутствием поликлиники, аптеки, участкового пункта полиции так быстро разрешить не удалось. Вопрос обсуждали на предыдущем сходе, но за месяц подходящих помещений не нашли. В ситуацию вмешался Владимир Явланов. Он лично выехал в район новой застройки. Место для медицинского пункта определили быстро. Строительная компания готова отдать под него первый этаж одного из строящихся зданий. Теперь необходимо проработать все документальные вопросы. Вы должны в первую очередь беспокоиться сегодня о том, как люди здесь будут жить. Вот первый этаж и цокольный, и первый этаж надо отдать под общественные цели. И по-другому здесь просто быть не может ничего. Вот на первом этаже нужно поликлинику расположить. Во время общения с застройщиком глава города ставит задачу проработать помимо поликлиники размещение социальных объектов в цокольном этаже нового дома. Кроме этого, жители поселка сегодня попросили главу ускорить принятие решения о продлении маршрутов общественного транспорта. И обратились с личными просьбами. При этом участники встречи отметили, что несмотря на сложность многих вопросов, их решение уже началось. После первого схода мы какой-то увидели результат. Естественно, хотелось бы еще чего-то. Нам провели свет буквально на нашей улице. Мы довольны, что нас не забывают. Довольны тем, что мы видим, что действительно администрация работает. У нас возникает очень много вопросов, но мы видим, что на вот этих сходах они решаются. После предыдущего общения главы Краснодара и жителей пригорода в поселке появилась и новая остановка. Сюда приходит школьный автобус. Раньше дети ждали его под открытым небом. Теперь ни дождь, ни снегом не страшны. Подобные сходы граждан, уточнил Владимир Явланов, будут проходить в поселке раз в два месяца. Мария Литвинова, Евгений Валитов, Юрий Клочинов, телекомпания «Краснодар». Транспортная 3D-модель приходит в смартфоны краснодарцев. Горожане могут устанавливать и пользоваться специальным приложением, которое позволяет проложить маршрут и рассчитать время в пути. Сервис, с помощью которого можно оптимально спланировать свой маршрут на смартфоне, изначально работал как отдельная вкладка в приложении «Краснодар». Теперь это самостоятельный продукт. Если сравнить со старым приложением, кроме того, что мы отделили, учитывая, что многим нужно просто транспортное приложение, чтобы не было других составляющих, которые иногда мешают, или люди начали говорить, что им долго искать и неудобно, одно из дополнений в новом приложении – это возможность построить маршрут. Сервис отслеживает передвижение общественного транспорта, просчитывает время поездки и подсказывает, на чем ехать и где пересесть. Любой краснодарец может узнать расписание трамваев, троллейбусов и автобусов, причем с точностью до минуты. И еще. Если вы не знаете, где находитесь, нужно просто нажать специальную кнопку, и программа вас найдет. Система учитывает скорость движения, пробки и заторы. Скачать приложение можно на сайте администрации города. В программе планируется подключить коммерческие такси, оборудованные системой ГЛОНАСС. Дополнительным образованием в Краснодаре охвачены 84% школьников. Внеурочные занятия предусмотрены федеральным государственным образовательным стандартом. Чем он разнообразил будни учеников? О нескучных занятиях Наталья Ястребова. Илья Загребин и Игорь Лопатинский после уроков собирают неожиданно в Агаре. Так назвали модель, которая принесла ученикам 20-й школы победу на краевом конкурсе в 2014 году. С этой победы первой неожиданной в учебном заведении начинался кружок робототехники. Его посещают 10 учеников. Поставить Гарри на колеса только полдела. Его нужно учить разным командам. Игорь планирует стать программистом. Его товарищ – будущий артист. Этот тандем смог придумать тот самый робо-вальс, покоривший конкурсное жюри. Он не рассчитан на воспроизведение музыки. Нужно было взять его системные звуки, разложить их на ноты и, по сути, написать всю мелодию по кусочкам. Возможности набора ученики изучили досконально. И теперь надеются, что по программе модернизации образования школа получит еще один комплект. У нас один набор, а детей желающих поучаствовать не только в сборке, но и в программировании достаточно много. Ну и, естественно, раз малыши заинтересовались, не хотелось бы терять будущие кадры. В 37-й школе тоже не скучно. Благодаря государственному образовательному стандарту внеурочные занятия, направленные на спортивное, интеллектуальное и общекультурное развитие учеников, обязательная часть школьной программы. Они представлены разными кружками и секциями. Так 4-й Г посещает казачьи фольклоры, народные игры. В спортзале ученики разбирают яркие хвосты и приступают к делу. В основе народной физкультурной программы – забавы наших предков. Вот так резвилась молодежь, выявляя самого ловкого в те времена, когда человечество еще не знало, что такое велосипед. А это забава на меткость. Маленьким мячом нужно попадать в большой, так, чтобы откатить его на сторону соперников. Если честно, сложновато в мяч попасть с такого расстояния. Моя любимая игра – хвостики, потому что она такая подвижная. Там надо у всех хвосты выдергивать, свой сохранить. В музыкальном классе регулярно звучит патриотический репертуар. Но сегодня момент особый. Казачата готовят подарок школе на 35-й день рождения. Им доверили открывать юбилейный концерт. Наши славы, законы, свобода и воля, мы с тобой казачки, мы с тобой казачки. Репетиция полным ходом и в 48-м лицее. В октябре воспитанники местной театральной студии «Сфера» покажут первокурсникам Кубанского госуниверситета свой новый спектакль «Душа поэта». Сценарий лицеисты написали сами. Он рассказывает о жизни Сергея Есенина через его стихи и образы близких ему людей. Роль деда Олег Дьяков попросил сам. Когда-то юноша занимался только музыкальным оформлением спектаклей. А потом сам захотел на сцену. Собирался стать врачом, но теперь может и передумать. Если кривки трать цветает, брось ты Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Это достаточно энергичная роль. Мне он радуется, потому что он был очень жизнерадостный. Он очень любил своего сына. Он очень любил своего внука Есенина. Был всегда очень человек, слово, человек, дело. Дополнительным образованием в Краснодаре охвачено 85% детей-подростков. Они выходят на сцену, рисуют, сражаются за медали и занимаются поисковой работой. Примеряют на себя разные роли. Пока еще не знают, какая станет главной в их жизни. Но именно эта работа помогает им раскрыть таланты и найти свою дорогу к успеху. Наталья Ястребова, Евгений Валитов, Андрей Вискушенко и Федор Гусев, телекомпания «Краснодар». К другим темам. В пятницу в Свето-Екатерининском соборе перезахоронили останки людей, которые покоились в здешних подземельях еще с Октябрьской революции. Склепы обнаружили случайно. Пару месяцев назад в подвальном помещении начали делать ремонт. Когда стали простукивать стены, в них обнаружили полости. Выяснилось, что там находятся гробы. Старые захоронения датируют 18-20 годами прошлого века. В этот период в Краснодаре стояли войска Белой гвардии. Историки полагают, что в соборе тогда хоронили офицеров. Сегодня ниши вскрыли и служители храма помолились об упокоении душ. Мы никак не предполагали, что здесь ходили люди и здесь же вот в этих стенах были захоронены собшие. По нашему мнению, не совсем удобное место для уже вечного покоя. Мы хотим их перенести поближе к храму, там, где есть уже свободные ниши, а уже эту часть храма начинать восстанавливать. После молитвы приступили к эксгумации тела. В одном из гробов обнаружили останки мужчины в военной форме, предположительно белогвардейской, с погонами, нательным крестом и иконкой. В кармане кителя даже сохранилась бумага, в которую был завернут табах. Прах 12 белогвардейцев перезахоронили в свободных нишах Варваринского предела собора. Еще при его возведении здесь было отведено место под Некрополь. Такое увидела эту неделю информационная служба нашего телеканала. С понедельника знакомиться с новостями. Вас будет моя коллега Инна Волкова. А на этой неделе с вами была Аглая Ильинова. Увидимся совсем скоро. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова